Ален, привет тебе, дорогой. Слушай. Привет, Хасарова Гаммедович. Слава Богу, вон, картину вижу теперь. Как называется эта картина? Аристократы. Цветы аристократы имеются в виду. А такие там, мне кажется, утонченные. И в своей жизни, и в своем виде. А там что под вазочкой? Еще цветок лежит там, да? Ну, что-то там тоже, да. Не, ну, это такая колючка специальная. Нет, не про эту колючку, которая рядом с картиной. А там на картине, там под вазочкой. Это же розочка увядающая, вот так лежит там. Увидающая розочка, а это аристократ. Ну, ты посмотри, ты посмотри. Ну, ты посмотри. А эту видел у меня? Ты знаешь, золотая рыбка? Золотая рыбка. Слушай, вот мы будем сейчас, я его имени не называю, но мы будем вместе с ним, и тебя туда приглашаю. Будем проводить раз в неделю для отдыха людей. Там будет его музыка. Его музыка. Но я тебе хочу сказать, он фразу такую сказал. А потом, когда люди узнают, когда я назову фамилию, они скажут, а, о, это же он, да. Ну, он сказал замечательную фразу, что музыка – это единственное, что не может обидеть человека. Здорово, да? А потом, когда я скажу его фамилию, да, ну, будет интересно сочетание обидеть – не может обидеть, музыка не может обидеть. Я потом стал думать, а что же может еще не обидеть? Что же может… Вот погода плохая, например. Гром, молния может обидеть человека. Вот, например, еще что-то, а музыка, типа, не может обидеть. Вот он сказал такую фразу, я очень рад, потому что он очень интересен, он пишет такую великолепную музыку. И там мы будем давать картины мои, его музыку, картины твои, если ты согласишься, и умные слова всякие. У тебя же есть умные слова? О, у нас столько умных слов что-то. Да, ну давай, молодец, да. Да, как же, у меня очень много умных слов. Ну, ты приготовь, ты приготовь. Вот сейчас, да, да, я приготовлю. А я там покажу, я уже показывал эту картину, а я еще раз хочу показать. Видишь, там случайно краска упала на щеку? Не, ну, очень красиво. Очень красиво. Спасибо за... Хорошая, правда же? Очень, очень. Мне кажется, прям свет такой, да. Ты знаешь, в общей сложности, сколько времени я ее писал? Нет. Два года. Два года она была совсем другая, и вдруг в последние месяцы в какой-то момент у меня было такое состояние гармоничное, гармоничное, потому что я нашел, что надо настраиваться на писание картины через ноль, через идеальное состояние нуля, где в этом состоянии отключаются все страхи, шаблоны, комплексы, подражание авторитетам. Все там в этом нуле отключается, и ты выходишь в такое безмятежное состояние, идеальное состояние, свободное состояние. И там подумаешь о какой задаче, вот, например, как картину дорисовать. И я взял ее быстренько-быстренько, раз и дорисовал, и там такая гармония. Это очень интересно. А я все время ухожу, поключую, поключую, и еще нибудь раз-раз на холсте. Все дела. А я всегда так делаю перед тем, как. Так я думаю, что все люди так делают, просто я это осознал. Да, да, они включаются, может, не каждый раз, когда включится, он подойдет, да, художник, а здесь можно его включить и подходить, когда тебе надо. Да. Или включить, когда не надо. Правильно. Поэтому ключ называется. Ну да. А мы сейчас с Элой, а если хочешь и ты, будем делать вебинар «Внутренний доктор». Ух ты. Да, о, это будет потрясающе. Ну, хочешь участвовать, ты там покажешь свои приемы для того, чтобы улучшать свое общее самочувствие, для того, чтобы иммунитет включать, дыхание улучшать. Ну, вот это. Ты хочешь на вебинаре участвовать? Ну, честно говоря, я могу и поучаствовать, если вы не против. А предложение вашему я очень рад и благодарен. Наверное, да, просто это так неожиданно, я задумался, чтобы мне нового и полезного показать. Ну, наверное, смогу так я, это самое, как говорится, не проколоться, да, что-нибудь полезное. Однако, да, кстати. Однако, понимаешь ли, елки-палки и так далее. Но это опять шутки. Шутки, шутки. Хорошо, Олен, пошутили и хватит. Тогда ты, пожалуйста, к следующему ролику приготовь картину показать ее, и я приготовлю картину показать ее, чтобы люди могли смотреть, удивляться, наслаждаться, отдыхать от всего этого, что происходит, чтобы потом спокойно понимать, что и как лучше делать. И получать приемы для саморегуляции. Я буду говорить о том, как достигать идеального состояния для идеальных решений. Да, давай. Отлично. Хасай Магомедович, секундочку. А вот у вас же скоро с ТРИЗом мероприятие совместное, да? Да, конференция с ТРИЗом. Это когда будет? В субботу? Я там буду в пятницу. Я там буду 15-го числа. Я там, там 14-го, 15-го. Это Всероссийская конференция ТРИЗ. Посмотри, пожалуйста. Российская ассоциация ТРИЗ. РАТРИЗ в Ютубе. Посмотри РАТРИЗ. И там увидишь про эту конференцию. И там я буду по приглашению этой ассоциации. Через моего друга, мастера ТРИЗ Виссариона Сибирякова, меня пригласили сделать доклад на круглом столе. Социальные моменты там по методу ключ. Я там буду делать доклад. Я там буду этой секцией заведовать. И пригласим туда еще людей. ТРИЗ с одной стороны. Ключ с другой стороны. Соединяем для того, чтобы люди могли решения принимать, решая различные задачи на самом высоком, качественном уровне. Изобретательство. Да, Касай Магомедович. Я же как раз хотел сказать, извиняюсь. Я вот как-то вот был в ключе и думал про ТРИЗ. Потом я придумал, знаете что? Вернее, вот как-то освободилось сознание и до меня дошло. Это же в таком масштабе, да? То есть это же люди творческие. Они решают такие вопросы. Они изобретатели. Они толкают мир вперед. Вот люди такой категории, да? Изобретатели. А все остальные 99% пользуются этими благами, этим прогрессом. И что получилось? Получилось, я имею в виду людей с таким мышлением. Получилось, что на всем мире? Что они не в ту сторону толкали все человечество без ключа. Мы же видим, что сейчас происходит. Им не хватало ключа. Ключа, потому что... Ключа, потому что... Ключа, потому что... Чтобы это пошло в правильную сторону. Процветание всего человечества. Правильно. Потому что они не умеют. И вот что мы же видим... Они знают, что ключ – простое действие, которое помогает найти самого себя. А человек внутри – творец. И у него есть и сопереживание, и любовь, и чувство ответственности. Это все спаяно. Это качество. Да, я сейчас говорил вообще о людях этого качества, об изобретателе всего мира. Об изобретателе всего мира. Вот к чему пришли люди сегодня. Посмотрите, что творится, да? Вот Всевышний дал нам каждому по одной жизни. Разум дал. Живите, радуйтесь, радуйте друг друга. А к чему мы сейчас идем? Это же кошмар, смотреть телевизор каждый день. Так вот ключа там не было и науки человечности. Да, вот ты правильно сказал. Науки человечности не было. Я именно хочу сказать, что не науки о человечности, а наука человечности. Именно. Которая достигается и развивается совместными усилиями. И мир во всем мире, чтобы сократить кризисы и войны, это такая сверхцель, достойная цель, которая решается совместными усилиями. То есть есть такие задачи, которые, не объединившись, решить невозможно. Но сегодня важнее этой задачи и нет. И нет. А сегодня жизнь как показывает. Все это было вело текущее. Раньше это была теория. Это надо объединить. Откуда ты это знаешь? Я же тебя в детстве этому не учил. Я сам этого не знал. Я же тебе говорю, я тоже не знал. Я же в ключе побыл. Готовься к конференции. И я там, Виссарион мой друг, мастер Трис, он мне пришлет по возможности, как туда войти, желающим. И мы это дадим. Все понял. Они могли посмотреть на этой конференции и мой доклад, и доклады разные. Там будет очень интересно. Я их всех хочу пригласить к созданию науки человечности. Всех тризвицам нашей страны. А это для них, для изобретателей, как раз таки достойная цель. Чтобы на планете сохранить разум и человечность. Спасибо, Ален, тебе. А в конце своих роликов я всегда говорю, улыбнитесь. Я говорю нашим друзьям, кто нас смотрит, и вам тоже. Улыбнитесь. Если у вас есть силы для улыбки откровенной, доброй, значит вы выспались в первую очередь. Это в ключе, опять ко мне пришло в ключе. Касар Макомедович, спасибо за приглашение. Всего вам удобного и крепкого здоровья. Пока. Давай, готов к Артеме к следующему ролику. Обнимаю. Пока.